Начало лета совпадает и с началом главного городского фестиваля Днями Старого Города. Но поскольку Таллинн удостоен титула «Зеленой столицы», то и главным цветом этого праздника станет зеленый. А содержание во многом будет связано с экологией. Обо всем об этом знает наш гость, заместитель старейшины Кесклин Никита Грознов. Добрый вечер. Добрый вечер. В прошлом году Дни Старого Города отметили юбилей, и понятно, что программа была невероятно масштабная. Что же будет в этом году? То, что в этом году программа не юбилейная, не освобождает от ответственности. И если в прошлом году у нас были сотни мероприятий, то и в этом будет то же самое. А если совсем будет, то точно чуть-чуть больше 300 мероприятий за три дня. Что будет в фокусе фестиваля в этом году? Как вы уже упомянули, Екатерина, действительно в фокусе все возможные зеленые штуки. Начиная от того, что на ратуше у нас будет открыт временный парк, заканчивая тем, что у нас будут туры биоразнообразия Старого Города. То есть мы можем подумать, что Старый Город — это история, каменные здания, брусчатка, что действительно так. Но не стоит забывать, что в Старом Городе у нас много парков, где обитают самые интересные жители, начиная от необычных кустов, заканчивая летучими мышами. И вы предлагаете взглянуть на все это свежим взглядом? Обязательно. У нас будут очень профессиональные классные гиды, которые на нескольких языках проведут желающих, которые предварительно зарегистрировались по самым необычным интересным местам, с именно зеленой точки зрения. Если кого-то не очень интересует экология или интересует в меньшей степени, то можно отправиться на необычный пикник. Действительно, 3 июня в 7 вечера на улице Вена мы выстроим стол, который будет больше 50 метров в длину. И призовем всех именно в таком в общем порыве от отведать самое интересное блюдо, которое вы с собой можете привезти. Но, естественно, ценность в том, что когда вы на последний раз на улице Вена за общим столом с сотнями людей другими трапезничали. На самом деле, не забыт никто в рамках Дня из Старого Города. Наверняка будет и большая детская программа, но еще и не забыты домашние любимцы. Действительно. У нас большая цель и желание, чтобы кто бы вы ни были, с каким бы бэкграундом или сколько бы ног или лап у вас ни было, вы должны на Днях Старого Города получить желаемое. То есть что-то интересное и необычное. У нас будет абсолютно потрясающая программа в парке Шнелли, где будет более сотни мероприятий для детей в течение трех дней. И у нас будет благотворительное шествие питомцев Кэпа Кейк, которое призвано обратить внимание для животных, которые остались без помощи или очень в ней нуждаются. И, естественно, будем собирать для них какое-то благотворительное средство, чтобы им помочь. Программа очень обширная. Где можно с ней подробнее познакомиться и выбрать что-то для себя? Самый простой, доступный, удобный способ – vanalina.ie. И в этом году мы очень сильно постарались, мы очень сильно переработали страницы для того, чтобы вам всем было удобнее там что-то для себя выбрать. Отдельно, конечно же, хочется отметить открытие Дней Старого Города. В этом году у нас нет сцены на Ратушной площади, что на самом деле нонсенс для тех, кто помнит предыдущие 40 дней Старого Города, потому что все-таки сцена обычно была там. В этом году у нас временный парк на Ратушной площади, и большая классная сцена будет возле церкви Нигулиста. И пятницу, 2 июня в 7, невероятная соул-исполнительница Рита Рэй откроет наши Дни Старого Города. Наверняка будет и не менее эфиричное завершение. Действительно, нужно закрыть тоже достойно, поэтому финал у нас будет 4 июня, с начала, начало 8 вечера, в той же самой сцене на Нигулиста Кирик, и в Estonian Voices, Vyko Eplik и Ensemble Elite закрывают это мероприятие не менее достойно, чем мы его открываем. Спасибо вам большое. Ну что ж, отправляемся все на страничку vanalinnapyvat.ie. Спасибо, ждем вас. Ровно через день наступит лето, о чем напомнят и Дни Старого Города. Хотя погода у нас не всегда летняя, несмотря на солнце, столбик термометра вдруг показывает температуру, больше похожую на осеннее мероприятие праздника, на которое нас пригласил наш гость, заместитель старейшины Кесклин Никита Грознов, состояться при любой погоде. Продолжение следует... Продолжение следует...